Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня праздник. Православные христиане поздравляю с праздником, с Редением Господним. Сегодня 15 февраля 2023 года. По поверьям сегодня зима встречается с весной. У нас температура плюс 5 градусов. Так вот, как бы тут все оттаяло, снег отстаял, но такая погода. Не сказать, что прям холодно, но и не тепло, такое что-то среднее. По поверьям говорят, если сегодня тепло, то весна ранняя, а если холодно, то зима задержится. Ну, у нас что-то среднее, не то, не сё, короче, как всегда. Не зима, не весна, а потом не весна, не зима, вот такое вот, как обычно. Зимы толком нет, а весны потом толком нет. По поводу этого, хотел показать, короче, семья Кардаван. Я её поднимал наверх, снимал видео об этом в январе. Было тёплое окошко, я разбирал. И там был пятак засева, именно не расплода, а именно засева был пятак с одной стороны, и с другой стороны на рамке, на одной рамке. Я её поднял снизу, так как клуб сидел внизу, я её поднял наверх, для того, чтобы мне удобнее было контролировать. Спрашивали, зачем я это сделал. Сделал это для того, чтобы, во-первых, удобнее было контролировать, во-вторых, чтобы клуб сидел, конкретно вокруг был у него мёд. Вот, то есть я поставил его между медовыми рамками, эту рамку. Вот такой вот тут, такая типа подушечка, так сказать. Вот, и клуб абсолютно холодный. Поверьте на слово. Немножко приоткрою. Так, чисто показать. Я тут немножко их уже растормошил. Вот пчёлы сидят вверху. Можно видеть, в таком состоянии полуанабиоза. Вот так вот. Закроем эти рощи. В общем, хотел вам показать. Чисто ради того, чтобы вам показать. Ну, в результате, что получилось. Из этого это особенно начинающая пчеловода. Кто не знает, как бы спрашивали меня, зачем я это сделал. Какова цель была этого всего мероприятия. Ну, цель я поставил, смотрите, две. Здесь одну рамку посередине я поставил суши. И две рамки поставил сюда мёда. Собрал кроющие и сюда поставил. Вот, а здесь формировал, поднял рамку расплода и остальной мёд. Слева и справа. То есть, как бы, если бы клуб не поднялся, остался бы как-то так сидеть. Значит, внизу бы у него осталось две рамки медовые полностью. Но это была такая небольшая процент вероятности, что он мог не подняться. Но, в принципе, всегда он должен подняться на расплод. То есть, поднялась наверх матка на расплод. И поднялся клуб. Он сидел до этого, всю зиму, как бы, с осени сидел внизу, в нижнем корпусе. Поднялся он вверх. Это для того, чтобы здесь мёд, во-первых, был. Во-вторых, мне здесь... Вот, смотрите, сейчас ветер дует, видите? Видите? Видно бы это? Ветер литкий задувает. И холстик ходером ходит. То есть, один литок всего лишь нижний. Вот, 10 сантиметров. Грубо говоря, где-то литок. Примерно так. Это, ну, 100 миллиметров. И на 10 миллиметров высотой. Такой вот внизу литок, больше ничего нету. Как бы, этого хватает улей. Продувается, вентилируется. Здесь ветра у меня частые, особенно северные. Это очень помогает охлаждать клубы. То есть, видите, они, скорее всего, вот сейчас видно, когда порывы ветра, как двигается холстик. То есть, это именно литок так задувает ветер, что холстик поднимается. Чтобы вы понимали, что идёт достаточная вентиляция. В ульях сухо полностью. Никакой сырости, ничего такого нету. В общем, всё сухо. Всё чётко. Оно продувается. Всё. И это самое. То есть, достаточно одного нижнего литка. Получается, когда делал я продыхи здесь, получался сквозняк. Ну, я зимовал раньше, отгибал уголки. Боялся, как бы, что сырость будет. Но потом я заметил такую особенность, что больше гораздо, как бы, и мёда потребляют, и пчёлы больше сыпятся. То есть, ну, из нос идёт пчёл, и больше оси пчёл. Сейчас вот, получается, при такой зимовке пчёл стало минимально. Я сначала попробовал пару семей, попробовать так позимовать, и потом, как бы, полностью перешёл в итоге на такую вот зимовку. То есть, один нижний литок, больше никакой сквозной вентиляции нет. Потому что и так вот достаточно видно, что при порывах ветра вот поднимается холстик. То есть, нижнего литка вполне достаточно для вентиляции. Это, получается, ящик, грубо говоря, такой кубик 30 на 30 на 30 на 30 сантиметров. То есть, такой кубик. Они зимуют, сидит клуб в середине, и вокруг него достаточно идёт циркуляция воздуха. Когда морозы, когда ветра нет, и морозы давят, то вентиляция немножко, ну, не такая бурная идёт, и углекислый газ собирается вокруг.